Всем привет! Сегодня хочу предложить вам связать вот такой вот замечательный головной убор для наших маленьких модниц. Повязка салоха на обхват головы 52-54 см. Справится с ней даже новичок. Достаточно знать, как вяжутся лицевые петли. Вяжется она на одном дыхании. Буквально за 2 часа вы свяжете вот такую вот красоту. Итак, для вязания этой повязки я буду использовать пряжу из Троицка, каскад. Здесь 100 грамм и 125 метров. 40% мереносовой шерсти и 60% акрил. Она такая мягкая, не колючая, подходит для детских изделий. Спицы буду использовать 4,5. Нам потребуется 3 штуки. Если у вас нет чулочных, можете использовать 4,5 на леске. Также потребуется линейка. У меня это сантиметровая лента, ручка и блокнот, чтобы сделать расчеты. Необходимо связать образец. Я не обрывала здесь ниточку и не проводила никаких тепловых, влажных обработок. Я уже вязала с этой пряжей и знаю, как она себя поведет. На обхват головы у нас повязка 52-54 см. Это я уже прибавила. Я не хочу, чтобы повязка сильно давила на голову. Так, если быть точным, то обхват головы у ребенка 50 см. Также вам необходимо определиться с шириной повязки. У меня будет где-то, я сама еще не определилась, от 8 до 10 см. Я когда буду вязать в процессе, посмотрю, нужно мне добавить еще петли или нет. Итак, образец связали. Посчитали, сколько петель в одном сантиметре и сколько рядов в одном сантиметре. Все, расчеты сделали. Теперь можно приступать к вязанию. Делаем на одну спицу 4 петли. Самым простым способом. 3, 4. Набрали. Здесь сразу хочу показать схему, по которой мы будем делать вот это наше расширение, прибавки. Вот наши 4 петли, которые мы набрали. Следующий будет отсчет рядов. Первый ряд. И здесь мы уже начнем делать сразу же прибавки. Вот эти кружочки, это накиды. Все остальное, вот эти палочки, это лицевые. Узор у нас платочная вязка. Все петли лицевыми будем провязывать. Можете сделать скриншот. Прибавки мы будем делать до того момента, до необходимой ширины нашей повязки. У меня это будет где-то 8-10 см, как я уже говорила. Это где-то 18-20 петель. Давайте несколько рядов провяжем. Первый ряд. Первую петлю мы снимаем непровязанной. Делаем накид. Следующие две провязываем лицевой. До конца ряда одна петля. Здесь мы опять делаем накид. И последнюю провязываем всегда. Будем провязывать изнаночной, кромочную. Разворачиваемся. Второй ряд без изменений. Все петли лицевыми. Первую снимаем. Вот наш накид. Его мы не за переднюю, а за заднюю стенку провязываем, чтобы не образовалась дырочка. Провязали. Следующие лицевые. Снова накид за заднюю стенку. Провязываем за заднюю. Последняя. Изнаночная, кромочная. Разворачиваемся. Третий ряд. И здесь снова прибавки. Первую провязываем. Делаем накид. Следующие лицевые. Четыре. Предпоследний накид. Последняя петля. Изнаночная. В общем, в каждом нечетном ряду мы будем делать прибавки. Все четные будем провязывать по узору. Накиды за заднюю стенку. Ряду лицевые. Ряду лицевые. За заднюю. Пятый ряд. И здесь снова прибавки. Я уже не буду дальше показывать. Дальше давайте продолжим самостоятельно. Каждый на свою ширину. Я сделала все необходимые прибавки. И на спицах у меня теперь 20 петель. Дальше я буду вязать 7 рядов без прибавок. Это мы вяжем хвостик нашего бантика. Если вы хотите, чтобы хвостик был подлиннее, тогда провяжите большее количество рядов. Например, там 9 или 11. Я буду вязать 7 рядов без прибавок. Не забываем о том, что первую мы снимаем. Последнюю кромочную провязываем всегда изнаночной. Я провязала не 7 рядов, как говорила, а 9. Провязав 7 рядов, мне показалось, что хвостик коротковат. Теперь мы будем вывязывать с вами отверстие, в которое будет закладываться наш второй хвостик. Для этого нам нужно все петли разделить на 2 спицы. По 10 петель на каждую спицу. То есть, берем спицу дополнительную. Я, кстати, поменяла. Взяла вместо чулочной спицы на тросики. Подтягиваем хорошо вот этот хвостик вниз. Вытягивая, тем самым, наши вот эти петельки. И делаем следующее. Первую петлю я одеваю на спицу. Вторую спускаю. Третью одеваю. Четвертую спускаю. То есть, набираю на спицу петли через одну. Таким образом у меня получится 10 петель на спице. Вот так. Отпустили. Те петли, что мы отпустили, сейчас соберем. Если вы боитесь потерять петли, можете сразу одновременно перекидывать их на две спицы. После того, как соберем наши петельки, нужно их пересчитать, чтобы все было точно. Пересчитываем. По 10 петель. Теперь мы будем вязать петли с каждой спицы по отдельности. Я начну вот с этих петель, где у меня хвостик, ниточки. И буду вязать 12 рядов. Когда я отвяжу 12 рядов, я переключусь на вторую спицу. И здесь нам потребуется ниточка с дополнительного клубочка. Или просто из середины клубка вытащите второй хвостик и начните вязать. Точно так же, как и вот эту спицу. Тоже 12 рядов. Для удобства петли, которые сейчас не будут участвовать в работе, то есть на второй спице, вы можете снять на дополнительную нить. То есть, когда вы провяжете 12 рядов на первой спице, подойдете ко второй, вы просто вернете эти петли в работу. И точно так же отвяжете 12 рядов. Теперь, когда мы провязали одинаковое количество рядов на каждой из спиц, у меня это, кстати, опять не 12 рядов, а 14 получилось. Я вяжу вместе с вами, поэтому в процессе вязания здесь что-то корректирую. В общем, 14 рядов, и теперь нам нужно эти петли снова объединить, снова перенести на одну спицу. Берем спицу, и так же, как разделили их, так же и собираем теперь. С первой спицы берем первую петлю, со второй, вторую. Опять с первой, со второй. Вот так вот чередуя, снова их объединяем. Последняя петля у нас будет со второй спицы. Ниточку, которую мы добавляли, мы можем обрезать. И теперь мы вяжем длину нашей повязки. Я провяжу где-то 35-40 сантиметров, думаю, этого будет достаточно. Если у вас есть возможность примерить на ребенка, обязательно сделайте это. Важно, чтобы повязка не давила и в то же время не сваливалась с головы. Вяжем одними лицевыми, и здесь первую петлю, и последнюю, вот эти кромочные. Подтягивайте хорошенечко, чтобы край получился ровный и красивый. Я провязала 40 сантиметров, и теперь мы начнем вязать наш второй хвост. Вяжется он точно так же, как и первый, только в обратном порядке. Нам снова нужно разделить наши петли на две спицы, по 10 петель на каждую, и провязать по 14 рядов на каждой спице. Делим наши петли. И начинаем вязать. 14 рядов на первой спице и 14 на второй. Дальше мы соберем их снова на одну спицу и провяжем 9 рядов неизменно. Провязали. И теперь мы дошли до места, где нам нужно вывязывать убавки. Вот, вот эти. Снова обратимся к нашей схеме. Первый хвостик мы вязали сверху вниз. И в каждом нечетном ряду, первом, третьем, мы делали прибавки за счет накидов. Здесь мы будем второй хвост вязать снизу вверх. То есть, в каждом нечетном ряду, вместо накидов, вот здесь, мы будем провязывать по две петли вместе с наклоном вправо и влево для симметрии. Итак, согласно нашей схеме, получается, вот этот первый ряд, он неизменный. То есть, все петли по рисунку. Так мы и делаем. После вот этих 9 рядов, 10 ряд мы также провязываем. Я его уже провязала. Разворачиваемся. Это 11 ряд. Здесь и в каждом последующем нечетном ряду, то есть, в 11, в 13, в 15 мы будем вязать убавки, пока не выйдем на 4 петли. 4 петли мы просто закроем по 2 вместе. Убавки мы делать будем следующим образом. Первую петлю мы снимаем, а следующие 2 провязываем вместе лицевой за переднюю стенку. Дальше у нас все лицевые. Вяжем до конца ряда лицевыми, но за 3 петли до конца ряда останавливаемся. 3 петли до конца ряда. Здесь мы третью вот эту, или первую отсюда, от правой спицы, мы снимаем, разворачивая вот так вот на правую спицу. Следующую петлю провязываем и протягиваем ее через снятую. Все. Последняя кромочная, изнаночная. Дальше провязываем ряд по узору, без убавок, просто одними лицевыми. Сейчас я провяжу и еще ряд покажу с убавками. Еще разок. Кромочная всегда изнаночная. Развернулись и снова убавки у нас. Опять первую снимаем, две следующие провязываем вместе за переднюю стенку. Провязали. Дальше все лицевые. За 3 петли до конца ряда снова останавливаемся. Вот 3 петли. Здесь мы вот эту петлю снимаем на спицу. Следующую провязываем лицевой и протягиваем через снятую. Сделали последняя, изнаночная. Таким образом, через ряд мы делаем убавки, пока на спицах не останется 4 петли. На спицах у меня уже 4 петли. Теперь мы будем закрывать. Первую петлю снимаю. Вторую провязываю лицевой и протягиваю через первую. Следующую петлю также провязываю лицевой и протягиваю. Последнюю провязываю и продеваю. Вот что у нас получилось. Нашу ниточку через эту петельку протягиваем и хорошенько подтягиваем ее. Здесь ее можно обрезать и заправить аккуратно. Вот какие хвостики у нас получились. Вот. Я спрятала все кончики и подобрала вот такое вот украшение для своей повязки. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Если да, то поддержите меня. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А также подписывайтесь на канал. Будем вязать вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...